Весы, доброго вам времени суток. Меня зовут Ева Лекцер. Рада приветствовать каждого из вас, кто заглянул на мой канал. Для тех, кто смотрит меня в декабре, хочу поздравить вас с наступающими праздниками. Пусть они для вас пройдут легко, плодотворно, радостно и принесут вам только позитивные моменты. Но для тех, кто меня смотрит в январе, хочу пожелать легкого начала года. Пусть он будет с эмоциями, лайтовым, а самое главное, пусть для вас он будет успешным. Итак, о чем хочу сказать, о чем хочу напомнить. Рассказ общий. Он не может однозначно проиграться для каждого из вас. Потому что знак Зодиака у вас один, асценденты абсолютно у всех разные. То своего рода, если те, кто узбекает с астрологией и понимает, о чем идет речь, есть из первой декады, второй декады, третьей декады. То есть знак Зодиака один, но структуризация событий у всех может быть разная. То есть плюс-минус только схожие моменты. То есть от меня идет рекомендация смотреть по Солнцу и по асценденту. Там, безусловно, вы решаете сами, сопоставляете сами и сделаете для себя выводы. Хочу еще сказать спасибо каждому из вас и выразить огромную благодарность за донаты, которые вы мне перечисляете на развитие канала. Я же, в свою очередь, стараюсь вас баловать новыми интересными колодами, мантическими инструментами, которые, возможно, и для вас станут такой, знаете, жемчужиной в вашей коллекции. Для тех, кто практикует, сможете посмотреть обзоры и приобрести себе. Итак, начнем. Что же вам готовит январь 2020 года? Общая атмосфера месяца. Что вас ждет в плане работы? Финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт. Ну, давайте смотреть. Общая атмосфера месяца. У вас жрица. Ну, карта замечательная. Почему? В первую очередь, это проработка внутренних страхов, внутренних блоков. Это, знаете, как прислушаться к себе. Вы можете заглянуть в глубины вашего сознания, подсознания и понять, что же вас тревожит в данный момент. Кстати, эта карта говорит о том, что в этом месяце вы будете ясно видеть, даже если вы не практик. Посмотрите внимательно. Даже при закрытых глазах, если вам хорошо видно, вы будете зрячими. То есть это говорит о том, что вы можете увидеть подноготную ту либо иной ситуацию, прочувствовать искренность, прочувствовать фальшь, увидеть, как на самом деле обстоят дела. У кого-то в рамках этого месяца будет погружение в вопросы эзотерики. Не важно, что это будет. Таро, руны, гадания на кофейной гуще. Кто-то для себя откроет нумерологию, астрологию, медитативные практики, прочие вещи. Кто-то может обратиться за помощью к практику, за консультацией. То есть речь здесь в первую очередь идет о том, что вам нужно для себя прояснить какие-то моменты. Чего они конкретно будут касаться, давайте с вами сейчас посмотрим. По семерке кубков это ситуация не то чтобы иллюзии, а трудного и сложного выбора. У каждого это может отыграться в разной сфере жизни. Для кого-то трудный выбор работы, то есть уйти или остаться, и особенно если предлагают новую должность, или искать новое направление. Для кого-то это будет ситуация выбора касаемо личной жизни. То есть строить отношения с этим человеком, не строить. Выбрать этого партнера, либо другого. То есть знаете, многозадачность, которую вы будете и пытаться определить, прислушавшись к себе, вне зависимости от того, мужчина вы или женщина. То есть кто-то сейчас смотрит меня на данный момент. Вот карта говорит о том, что будете искать ответы на свои вопросы. В первую очередь внутри себя. Кстати, я помню, кто-то меня однажды парировал в комментариях из серии, зачем вы бросаетесь такими фразами, что все ответы внутри вас. Зачем мы тогда эти расклады смотрим. Любой романтический инструмент, чем бы вы ни занимались, к чему бы вы ни обращались. Это в первую очередь способ при помощи Вселенной, Бога, называйте как хотите, дать вам информацию, которую вы уже владеете, но которая от вас глубоко сокрыгана. Вот это у вас будет происходить в рамках этого периода. Что касаемо работы. Ну, по работе подвешенной или подвешенная. О чем говорит карта? Месяц для многих будет просто нерабочим. Отпуск, больничный, безработица. Знаете, или же работа спустя рукава. Мы сейчас, безусловно, проясним все эти аспекты. Но, допустим, если вы пенсионер, неработающий, для вас здесь ничего не поменяется. Если вы в статусе соискателя, будут провалить собеседование, вообще в рамках этого месяца, ну, знаете как, лучше переждать. Если вы наемный работник, либо у вас свой собственный бизнес, ну, это фактически ситуация застой, ничего не поменяется. И повторюсь, для многих здесь сама по себе ситуация, когда карта говорит, что нужно посмотреть на все происходящее под другим углом. Давайте даже спросим, почему? Что у вас конкретно? Потому что по тузу кубков для многих это может быть новая работа, новое хобби, новое увлечение, либо попытки найти свою реализацию, что-то себе по душе. А если вы таковое уже нашли, то карта говорит о том, что вы будете смотреть, как это реализовать лучше, как из этого больше сделать монетизацию, то есть больше зарабатывать, что для этого нужно сделать. То есть посмотреть, увидеть для себя новые возможности, даже в той сфере, в которой вы сейчас самозаняты. Относительно вопросов финансов, что у вас здесь? По тройке жезлов могу сказать, с доходами у вас все будет ровно, стабильно, причем в совокупности связки этих карт это будет увеличение дохода. По тройке жезлов незначительная, но поверьте, даже какая-то небольшая прибавка, здесь она не будет смешной, но тем не менее она вас порадует. Это то, что не могу сказать, что прям существенно вас укрепит и поставит на ноги, но тем не менее, знаете, никогда это лишним не бывает. То есть здесь вам в плане денег будет хватать ваших доходов на все текущие расходы. Здесь нет вопросов либо режима экономии. Никто не говорит, что вы будете сорить деньгами, но тем не менее, даже какую-то копеечку у вас здесь будет возможность отложить. Касаемо вопросов здоровья. Под Узумичей, вот здесь будем прояснять, потому что это может быть ситуация острой боли. Как правило, это зубная боль, ну, чаще всего здесь проходит. То есть посещение стоматолога, вопросы диагностики организма в целом. Ну, а сейчас мы с вами посмотрим. Тройка кубков. Смотрите, значит, как может отыграться? Либо, ну, видимо, в связи с тем, что будут праздники, мероприятия, это вопросы гастритов, либо язвы, либо, ну, как знаете, проблемы ЖКТ, у кого, если повышенная, либо пониженная кислотность, то есть изжога, прочие вещи. То есть, если у вас таковые вопросы имеются, обезопасьте себя, проконсультируйтесь с врачом, возможно, принимаете необходимые препараты. Ну, и опять же, рекомендую, если у кого-то беспокоят зубы, не откладывайте, потому что может резко прихватить. Что касаемо вопросов личной жизни. О, здесь по императрице, но ситуация, знаете, я говорю, сама по себе благоволит. Итак, вне зависимости от того, в свободных, в качелеобразных отношениях, в стандартных семейных связях, будем сейчас смотреть, о чем конкретно идет речь. Кстати, давайте так, еще в связке этих карт, у кого на повестке дня стояла ситуация деторождения, это может быть, либо кесарево, разводиться через это, разводиться удачно, тем более по связке карт, или удачно, это оплодотворение, у кого стоял таковой вопрос. Еще такой момент, если для кого-то это аспект суррогатного материнства, то найдете донора, и у вас все пройдет, ну, замечательно. Договоритесь, все по итогу пройдет, как по маслу. Ну, а теперь давайте с вами смотреть, касаемо вопросов личной жизни. Итак, если на текущий момент вы свободны, то по императрице, как говорят карты, тем более тут шестерка кубков, здесь, либо вы вернетесь в отношения, которые были в прошлое, либо кто-то вам вернется из прошлого. Возобновление связей, примирение, восстановление, попытки попробовать все сначала. Потому что по императрице, если смотрит женщина, быть в статусе партнерши, и если смотрит мужчина, такову партнершу себе обрести. Если вы здесь в формате нестабильных отношений, любовные треугольники, четырехугольники, и так далее, то по двойке жезлов ничего не поменяется, так и будете здесь, по связке карт, маяться туда-сюда. Единственный момент, особенно если смотрят девочки, как бы вы здесь не были на вторых ролях, а в этих взаимоотношениях, как запасной аэродром, и смотрите, чтобы у вас не было аспектов вне запланированной беременности. Там, безусловно, каждый для себя решает сам. Ну, давайте смотреть тех, кто в стабильных связях, то есть живы вместе, встречаются, либо у вас семья, все хорошо, нет никаких заголов на стороне. Ну, что мне вам сказать? Единение, двойка кубков, помолвка, зачатие, где-то рождение, свадьба, у кого-то даже может быть обряд венчания, либо просто здесь, вот как говорят карты, это укрепление ваших связей, переход их на новый уровень. Это для тех, кто является парой. Кто-то здесь может даже элементарно получить предложение. Хорошо, что у вас здесь падает в плане совета? Ох ты, десятка мечей. Что-то резко оборвать. Давайте смотреть, что же здесь. Либо что-то оставить позади, что-то оставить, возможно, в прошлом, что-то закончить. Причем это для вас в какой-то степени будет болезненно. Давайте смотреть, что именно. Сила. Сейчас еще одно. Смотрите, какова ситуация. Здесь у кого-то, если смотрит здесь женщина, тот играется так. За вами будет ухаживать не один мужчина, и вам резко придется оборвать с кем-то отношения. По восьмерке Пентакли у вас это может отыграться, как ситуация, если у вас имеется служебный роман, и если такового романа у вас не имеется, то мужчину Альфонса, который сидит здесь на вашей шее. Если смотрит меня мужчина, то о чем здесь идет речь? Несмотря на сексуальную тягу, в чем-то, знаете, как свой эгоизм, это, знаете, пресечь отношения, где к вам, чистой воды, было потребительство. Хотя для вас это будет больно даваться. Это, знаете, вот сейчас даже дотяну, о какой связи здесь идет речь. Патусу Жезлов это для мужчин, не для женщин. Для мужчин здесь будет идти речь о новом знакомстве, то есть которому будет не более месяца. То есть, знаете, как барышня зажгла, зацепила, но вы сразу прочувствуете этот момент. И несмотря на то, что как бы она вам не нравилась, грамотным будет, верным, прервать с ней всякие отношения. Там, безусловно, каждый решает для себя сам. Если мы с вами проанализируем месяц, значимый в аспекте общей атмосферы в плане работы, ну и как мы видим, в плане личной жизни. То есть месяц в чем-то, скажем так, переломный. Вы, пожалуйста, мне отпишитесь, как у вас отыграется данная ситуация, либо не отыграется, у каждого свое, безусловно. Я вам буду крайне признательна за обратную связь. Для тех же, кого интересуют мои индивидуальные консультации, ссылки на мои контакты вы сможете найти под этим видео. Пишите на вайбер или ватсап. На все ваши вопросы ответит мой администратор Анастасия. Я же вам желаю легкого года и исполнения всех поставленных задач, целей и планов. Удачи вам! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!